Я считаю, нужно много со временем идти. Электронные книги лучше. Можешь работать удаленно, как бы работодатель сможет и книгу дать ей. Об электронных трудовых книжках красноярцы уже наслышаны. Совсем скоро на них перейдут все предприятия края. Данные о сотрудниках будут храниться в единой базе пенсионного фонда под надежной защитой. Например, если вы собираетесь работать на так называемой удаленке, доступа к цифровой трудовой не будет даже у работодателя. Только у вас и у специалистов фонда программа оснащена самой современной системой безопасности. А значит и персональные данные в полной сохранности. Это не интернет, это отдельные хранилища, отдельные резервуары, которые постоянно копируются, постоянно сохраняются. Полная защита информации персональных данных в соответствии с 7 требованиями пенсионным фондом соблюдена. С 1 января следующего года предприятия обязаны ввести электронную версию книжек. Каждый месяц они должны предоставлять кадровые отчеты, в том числе и о сотрудниках, работающих по совместительству и дистанционно. Но от привычного варианта пока не откажутся. Выбрать формат трудовой книжки работники могут до конца года. Для этого нужно написать работодателю заявление, указать, как именно вы хотите вести учет своей деятельности в бумажном или в электронном виде. Для нас, как для сотрудников, плюс один. Будет более надежный и быстрый доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, что является системой контроля с нашей стороны за работодателем. Это все для сохранности и учета данных о трудовой деятельности для дальнейшего назначения пенсионной выплаты. Если в кадрах все же допустили ошибку при заполнении документов, в следующем отчете ее исправят, а цифровая система обновит данные автоматически. Важно то, что после увольнения при новом трудоустройстве информацию о работниках можно предоставлять как и в распечатанном виде, так и в электронном с цифровой подписью. Диана Хотяшвили, Павел Пателицын, Алексей Гусев, Енисей. Новости.